Всем здорова! Короче, у нас сегодня на обзоре уникальная вещь, винтовка Мосина. Это не просто винтовка, а именно тот образец, который отбирался для снайперов. Он называется, а вот покажи, гравировка на свольной коробке OC-48. Это именно снайперский вариант. Дата выпуска здесь 1935 год. Сантеистующий клейм, и ещё он отличается. Вот можно его различить по гранёной, как она называется, планка. Патронник гранёный. Винтовка уже установлена в новое ложе, в пластиковое иностранное ложе. И можно ещё узнать про затворный затвор. Она скруглена вниз для того, чтобы возможно было сносить оптику. Из доработок, как мы уже сказали, поменяно в ложе, установлен стальной кронштейн. Стальной кронштейн довольно-таки хороший, больший, веселый стальной сделан. И на него установлена помптика, заказанная которая из США, Nikon Prostaff, кратностью от двух с половиной до десяти. С объективом, как объектив здесь? Пятидесятый. Пятидесятый, да. Nikon Prostaff называется. Ствол здесь чёрный, не новодельный ствол, чёрный, который делали раньше. Имеются также свои механические специальные приспособления. Так, дальше проводилась доработка, обшлифовано полностью всё, все заусенцы, всё, что вот мешает свободно входить к затвору. Установлен новый, другой спусковой крючок, спортивный, более удобный. Все знают, что у винтовки Осина единственный недостаток, это, то есть, один из недостатков, это плохой, тугой очень спуск. Но здесь он замечательный. Смотрите, вот я нажимаю на спуск. Такое предупреждение небольшое и спуск сразу. Это очень хорошо влияет на кучность стрельбы, на точность. Щека на прикладе тоже позволяет комфортно оружие держать, прикладываться. Так, покажем. Ствол. Кто-то не знает, что такое чёрный ствол. Постарайся показать. Чёрный ствол, то есть, без хрома. Из него рекомендуется стрелять только тамбаковыми пулями и латунными. А мы сегодня будем стрелять, так как ещё нормально не успели патронами обзавестись. Патронами самыми дешёвыми. Барнаульский ФМЖ. Одиннадцать с половиной граммов, да? Да. Сейчас я передаю оружие владельцу, так как он уже знает, как с него стрелять. Уже пулевует более-менее. И мы факультативно отстреляемся на 50 метров. Оптику уже вывели. Более-менее, да. Пристрелка уже сделана. Так. Вот наш товарищ Ахмат, его зовут, кто не знает, он приехал ко мне с далёкого Юждага. Сейчас он нам покажет, как оружие заряжается. Ты ребятам скажи, что он мне на канал, чтобы тоже подписывались, заходили. Ссылку на его канал я поставлю в описании. Ну и там оружейной кинематики-то мало. Покажи, как оно заряжается. Вот сверху магазин. Тут, кстати, ещё не сказано было, тут ещё магазин доработанный. Как именно? Там механизм подачи, патруль. А, уже другой, пружина другая. Пуля не царапает пуля. Не деформируется ровно. Покажи, как оно засывается. Вот, всё. Легко и просто. Так, факультативно отстреляемся. Давай, факультативно отстреляйся. На тенденцию попадания посмотрим. Вот у нас мишень. Подожди. Вот мишень. Дальняя там 50 метров. Лист А4. Так, можешь стрелять. Да, отдача. Вот у нас гильза. Звук довольно нормальный. Да, к отдаче нужно привыкать. Отдача лёгкая. Я бы не сказал, чтобы она прям как стандартный стоковый вариант бьётся. Выстрел довольно-таки комфортный. Не знаю. Привыкать надо к этому оружию. Это, не знаю, для Мосина, по-моему, это удовольствие с такой... Такого варианта стрелять. Дернул, по-моему, последний раз. Патронник пустой. Магазин пустой. Так, идём сейчас смотреть. Ствол у нас уже был горячий. Окучность должна быть равномерной. Итак, вот мы добрались к мещению. Вот у нас попадание. Сперва расскажу пристрелку, как мы делали. Сделали четыре выстрелы. То есть один выстрел, когда на холодную выстрелили. Вот сюда у нас попадание пришло. Потом мы уже посчитали отсюда поправками и сделали второй отстрел. Вот у нас. И как положено нашли точку. Среднюю точку попадания. Вот она у нас. И от него уже ловили прицел сюда. Ну, можно сказать, уже оружие пристрелено. Как стрелок говорит, он последний выстрел сорвал. Да, да. У него наверх ушло. Почувствовал, честно сказать. Как-никак. Посчитаем, как есть. Ну да. Вот три отверстия. Тут уже не отмажешься. Так, рулеткой сейчас отмеряем. Сколько? От центров ровно семь. Даже шесть с половиной. Вот. Шесть с половиной. Шесть с половиной сантиметров. Ну, если вот... Если бы ты не сорвал, по-любому пуля сюда легла. Да. Можно еще раз уже на сотку отойти. Вот, покажи у нас мишень. Сейчас туда мы переставим мишень. И сделаем еще вторую серию. Отдача очень комфортная. Как я и обещал, у нас не получилось сделать выстрел на сто метров. Потому что даже на 20 метров ничего не видно. Тулон сегодня очень такой. Что это? И так, подвиживай. И то нет. Что-то там, что-то винтовки. Винтовка мне понравилась. Мало, что я не... Не, 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 даже в руках винтовку. Но мне вообще никак не нравится. Из-за его деревянного ложа и вся эргономика. И вот стальной затыльники. Как многие те, кто стреляют, говорят, что невозможно стрелять. Ну, стрелок, который стреляет, сегодня он взял, есть отдастовый стрелок. И у него с плечом нормально. Да, только шатурки. А те, кто говорят, вот стандартного ложа, кто стреляет, с его стопы вывозят деревянным, с остальным затыльником. А они говорят, что после пицели стрелок уже плечо начинает болеть. Здесь такого не произойдет, потому что резиновый затыльник и ложи очень удобные. Винтовка, ну, на 300 метров, по-моему. Дальше, больше мы будем снимать про эту винтовку. Она появится, конечно. Она в щеназе появится на абразорах. Появится, да, на этой информатуре будет, наверное, охотиться. Иншаллах. В этом или когда-нибудь как-то научится. Винтовка за свои деньги, пил у него за очень хорошую сумму. Да, кстати, я ничего, если в видео этот зубка не будет. Это знакомый мой продавал, но я не буду озвучивать цену, которую он продавал в его магазине. Но этот человек мне ее отдал за 25 тысяч. Там в комплекте еще два бойка, три пружины, деревянное ложе, охотничий вариант, не Мосиновский, стандартный. Оптика была, пиладовский загонник, четырехкратный непеременник с сеткой парабола. Где-то рублей 5-6 она стоит новая. Он, прицел сам, в Омс, пиладовский, 4х32, кстати, продается. Кому интересно, обращайтесь, кому связь со мной будет, в описании ссылку, там, где, в контакте и почту. Прицел продается. Прицел хороший, отдачу держит. Он стоял на этой винтовке, на 12-м калибре его ставят. В общем, дальше владелец поставит сюда. Вот такая антабка, стандартная. На них, да, кстати, тоже пестрасе. Я еще не могу, я забыли сказать. Бумага есть. Вот так показывают обычно. Сейчас так у тебя не получится. Почему? Да, потому что там, я, нет, я вот когда собирал ее, затянул немножко, ее надо чуть-чуть расслаблять. Да, и она, а так вот, если оттяни чуть-чуть стол, она легко как бы отходит и заходит. У нас бумага. Да, и бумага мокрая, да, это конченная бумага. А в нее только, вот, оттираться. Да. Короче, аппарат мне понравился очень. Я, например, купил его с проблемой, если бы этот человек не купил. Ты за такую сумму ее не взял. Снайперская винтовка, точнее, ОЦ-48. Да, это и есть снайперская винтовка, потому что и есть самая, как говорил этот Фил Романов, СВМ. СВМ, да. СВМ. СВМ.